Всем привет! Вы на канале Сергея Кончаренко. А давайте-ка сегодня с вами сравним подробно два хитовых смартфона. Каких? Да каких вы и так знаете, в названии все указано. Samsung A51 и Xiaomi Redmi Note 9S. Правда, сравнивать я буду и Redmi Note 9S, и попутно Redmi Note 9 Pro. Потому что смартфоны это практически идентичны и мало чем отличаются. Даже внешне они идентичны получаются. Так вот, чем же все-таки хорош Samsung A51, чем хорош Redmi Note 9S от Xiaomi? Мы в этом видеоролике вот это вот все разберем подробно. И Samsung A51 у нас то немножко дороже, Redmi Note 9S у нас дешевле. И может быть для многих я, ну наверное таки раскрою эту тему. И может быть вы в этом видеоролике узнаете, стоит ли переплачивать за Samsung, если в нем что-то хорошего, либо же можно просто остановиться на Redmi Note 9S, который значительно дешевле, или на Redmi Note 9 Pro, который немного дешевле. Ладно, я сейчас вас здесь путаю. Давайте не будем путаться, будем подробно все вот это вот разбирать. Samsung A51 в вот таком вот красивом цвете и Xiaomi Redmi Note 9S в таком тоже интересном исполнении. Усаживайтесь поудобнее, давайте сравнивать Samsung, Xiaomi, а может быть никто из них, или кто-то из них. Или давайте смотреть. Ну и прежде чем мы начнем, хочу уточнить несколько моментов. Итак, первое. Для того, чтобы избежать какой-либо путаницы, Redmi Note 9S всегда будет с левой стороны, Samsung A51 всегда будет с правой стороны. Второе. Это то, что мы будем сравнивать Redmi Note 9S и в скобках Redmi Note 9 Pro. Так как Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro это практически идентичные смартфоны, за исключением там нескольких нюансов, которые я буду озвучивать в дальнейшем. Ну и третье. Сравниваю эти смартфоны, так как они схожи, во-первых, по характеристикам, схожи по возможностям, внешнему виду и очень близко находятся по цене друг с другом. Первое, что мы посмотрим, это комплект. Если это Redmi Note 9S или же это Redmi Note 9 Pro, у них комплект будет очень схож, то в комплекте мы находим вот такой добротный хороший силиконовый чехол, который полностью прикрывает камеру, не будет давать ей царапаться. И достаточно упругие бортики, которые будут возвышаться над дисплеем самого смартфона. Если установить защитное стекло, они будут вровень, но это все зависит от защитного стекла. И также имейте в виду, когда будете подбирать защитное стекло, имейте в виду то, что стандартный комплектный чехол может приподнимать защитное стекло. Поэтому подбирайте стекло под чехол. Дальше идет у нас USB Type-C кабель и зарядное устройство. Быстрое зарядное устройство 22,5 Вт. Хотя смартфон поддерживает зарядку с помощью 18 Вт. Зачем такое зарядное устройство дали нам в комплекте, непонятно. И если это Redmi Note 9 Pro, то там зарядное устройство в комплекте идет 30 Вт. Там 33 Вт, если я не ошибаюсь. И там быстрая зарядка 30 Вт. И также в последних моделях Xiaomi начали устанавливать защитную пленку на дисплей. Смотрите, вот здесь сейчас она установлена. Это достаточно хорошая качественная защитная пленка по типу, как Huawei комплектует на свои смартфоны защитные пленки. На первое время этого будет достаточно. Потом можно установить уже защитное стекло. В случае с Samsung у нас идет USB Type-C кабель. Зарядное устройство тоже у нас идет быстрое зарядное устройство. Правда у нас не такое, но быстрое. И это всего-навсего 15 Вт. Но все-таки считается быстрое зарядное устройство. И гарнитура. Никаких чехлов, никаких пленок, ничего этого в комплекте нет. То есть значительно интереснее смотрится Redmi Note 9S Pro в случае комплекта поставки. Что у нас по расцветкам? Если это Redmi Note 9S или Pro, то у нас черный, белый и синий. Вот это вот считается черный, но он, как вы видите, не совсем черный. Он очень красиво, прикольно переливается на свету. И даже в чехле он смотрится достаточно неплохо. Посмотрите, как смотрится в чехле. Чехол темный, он затемняет. И смотрите, тоже есть все переливы. Просто как бы тонированный получается. Если это будет цвет белый или синий, чехол будет там силиконовый, полностью прозрачный. Тонированный, темный, только в черном цвете. Если это Samsung, то цвет у нас есть черный, синий, красный и белый. И на минуточку, вот это вот считается синий. Хотя он в действительности более такой вот светло-зеленый. Правильное название цвета в Samsung – Crash Blue. А если это Xiaomi, то это Interstellar Grey. По материалам корпуса. Xiaomi Redmi Note 9S. Задняя крышка – это стекло. Центральная часть – это пластик. Хотя сделано так добротно. Может даже не с первого взгляда поймешь и скажешь, что и впечатление скажешь, что это пластик. Но это действительно пластик. Ну и спереди у нас стекло Gorilla Glass 5-го поколения. Если это Samsung, то здесь у нас сзади пластик. Да, это в действительности глянцевый пластик. Очень схож или стилизирован даже под стекло. Такая вот гравировка или не гравировка. Такая вот расцветка. Немного необычная, но в стиле серии А31, А51 и аналогичных. Центральная рамка точно так же у нас идет пластик. Тоже добротная. И передняя часть – это стекло Gorilla Glass 3-го поколения. По особенностям корпуса. По поводу Xiaomi Redmi Note 9S. Здесь камера достаточно сильно выступает за пределы самого корпуса. Поэтому, когда будете выбирать чехол, выбирайте так, чтобы чехол смог защищать вашу камеру. Родной чехол защищает камеру. Ободок немножко выше, чем сама камера. В случае Samsung камера практически не выступает. Она почти вровень корпуса. И это облегчает выбор чехла. Оба смартфона имеют отверстия в экране, в которых установлена фронтальная камера. В Samsung отверстие немножко меньше, чем в Xiaomi Redmi Note 9S. Об этом мы еще немного позже поговорим. Теперь давайте посмотрим на габариты. Смотрите, настолько Redmi Note 9S выше, чем Samsung A51. Если посмотрите на толщину корпуса, то Xiaomi немножко толще. Также могу сказать и по ширине корпуса. Redmi Note 9S немного шире, чем Samsung A51. То есть по габаритам здесь Samsung более удобный, более компактный. Ну и наверное немножко интереснее смотрится. Разъемы. Ситуация у нас здесь очень схожая. 3,5 мм джек, USB Type-C, микрофон, динамик. Это все на нижней грани. На правой грани есть небольшие отличия. Если это Samsung, то у нас кнопка питания и качелька регулировки громкости. Если это Xiaomi, то у нас кнопка питания, в которой внутри установлен сканер отпечатка пальцев. Да, вот такое интересное решение. Дальше у нас качелька регулировки громкости. Верхняя грань. На верхней грани у нас на Samsung расположен только микрофон. А на Xiaomi у нас расположен инфракрасный порт и микрофон. То есть Xiaomi мы можем еще управлять бытовой техникой, что в принципе интересно тоже. Ну и на левой грани у нас расположен лоток под две сим-карты. И в первом и втором случае у нас есть возможность установки одновременно двух сим-карт и карты памяти microSD. Что очень и очень хорошо и удобно. Ну и в Xiaomi здесь на лотке под сим-карты установлена резиновая прокладка. Проставка, которая предотвращает попадание пыли и влаги. Но смартфон защищен всего лишь навсего от капель и брызг и небольшого дождя. Ни в коем случае его нельзя купать, окунать, мыть и стирать и прочее излишество с водой и жидкостями. Samsung вовсе же не имеет никакой прокладки, поэтому здесь нужно быть еще осторожней. Следующее, чем отличаются эти два смартфона, это дисплей. Если это Xiaomi, то дисплей у нас IPS с диагональю 6,67 дюйма. Это Full HD Plus разрешение, хороший, качественный дисплей. Но есть один минус, который мне не нравится, а это яркость. Честно говоря, он тускловат, как для такого смартфона. Его предыдущие модели Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro дисплей был поярче. Если в помещении это не чувствуется, то при ярком солнце это действительно ощущается. В свою очередь, Samsung установлен Super AMOLED дисплей с диагональю 6,5 дюймов. Точно так же Full HD Plus разрешение. И там, и там у нас есть отверстие в экране. Вот в Samsung Super AMOLED, да, у них очень хорошие дисплеи. Яркие, насыщенные, контрастные. На солнце не так слепнет, по яркости выигрывает значительно. Контрастнее, интереснее смотрится картинка на Samsung. Давайте посмотрим вот по яркости. Xiaomi у нас установлен где-то яркость около 75%. В свою очередь, на Samsung у нас яркость меньше 50%. И если посмотреть на белый цвет, да, не обращайте внимания, калибровка, конечно же, будет разная. Но яркость сейчас на Samsung и на Xiaomi примерно одинаковая получается. Хотя, смотрите, запас яркости в Xiaomi и в Samsung. Если мы установим 50% на одном и 50% на втором, то мы получим вот такие вот результаты. И здесь явное преимущество на стороне Samsung. Если мы установим максимальную яркость Xiaomi, Samsung и при максимальной яркости опять тотальные преимущества на стороне Samsung. Но и по отверстию, обратите внимание, в Samsung отверстие под фронтальную камеру меньше, в Xiaomi больше. Но так как Samsung имеет Super AMOLED дисплей, то, естественно, там есть не только плюсы, а есть свои минусы. Минусы в чем? А в том, что здесь присутствует шим. Хотя шим это мерцание дисплея, которое может приносить дискомфорт вашим глазам, а может быть даже и вред. Но это не всегда так. Например, по себе я этого не ощущаю, потому что я начал пользоваться Super AMOLED дисплеем еще два года назад. Даже немножко больше дискомфорта я не ощущал. Но, во всяком случае, в Super AMOLED дисплеях присутствует шим, и Samsung не исключаю. Несмотря на то, что в последних моделях там A51, там A31, они с этим хорошо поработали. И шим сильно начинает проявляться при яркости менее 50%. При яркости больше 50% его практически нет и незаметно. Но вот сейчас давайте покажу чуть меньше 50% шим. Вот вы видите, сейчас полосы небольшие идут. И чем меньше я буду снижать яркость, порог яркости, тем больше будет мерцания, тем больше полос на дисплее вы будете видеть. Да, ваш глаз именно так не будет воспринимать. Это воспринимает только камера при определенных настройках. Во всяком случае, так именно вы наблюдать этого не будете. Но при яркости минимальной, яркости, например, там процентов около 10, то обратите внимание, какой здесь будет шим. И вот если вы очень много используете смартфон практически в полной темноте, это больше может в большей степени отображаться на ваших глазах. Хотя это чисто индивидуально. Ну а по поводу цвета и калибровки. Сейчас я скажу свое впечатление. Камера немножко не так передает, как хотелось бы это видеть своими глазами. Но если это Xiaomi уходит более в красные розовые тона, белый цвет, если это Samsung уходит более в зеленые оттенки. Если смотреть на белый, мне немного приятнее Redmi Note 9S. Но в любом случае и в том, и в том смартфоне есть калибровка по цвету. Если это Xiaomi, можем калибровать вовсе по цветовой палитре. Или же выбирать стандарт теплый, холодный. Или на Samsung мы можем режим экрана, насыщенные тона. И здесь выставляем более холодные оттенки, более теплые. Либо же дополнительные параметры полностью по цветам RGB смотрим. То есть настроек здесь очень много. И настроить вы сможете под себя, как вам больше нравится. Индикатор пропущенных уведомлений есть только в Xiaomi Redmi Note 9S. В Samsung такого индикатора нет. Но в Samsung присутствует Always On Display, который всегда отображает, что у вас происходит, есть ли какие-либо уведомления, настолько заряжен ваш смартфон, время и еще особые отметки. Также он очень гибок в настройке. Находим в параметрах смартфона Always On Display. И здесь мы можем настроить отображение. То есть чтобы при прикосновении отображалась информация на дисплее. Ну вот таким вот образом. Сейчас он ничего не показывает. Когда я притрагиваюсь, он показывает. И потом гаснет. Это все для того, чтобы максимально можно было экономить заряд. Хотя расход при этом небольшой. Отображать всегда и показывать по графику. То есть, например, с утра до вечера показывать, ночью не показывать. Ну и можно выбрать стиль часов. Это все стандартные. Можно выбрать тип и цвет. Также присутствует маркет от Samsung. Свой магазин. Тем, в которых вы можете как платные, так и бесплатные скачивать, устанавливать. Здесь есть где разгуляться. И настроек, ну уж очень много. Следующий пункт, где у нас есть кардинальное отличие, так это железо. Если это Redmi Note 9S, то у нас установлен процессор Snapdragon 720. Это восьмиядерный процессор, который изготовлен по 8-нанометровому техпроцессу. Если это Samsung, то это у нас процессор собственного производства от Samsung Exynos 9611. Это точно так же восьмиядерный процессор, только изготовлен уже по 10-нанометровому техпроцессу. В паре они работают с графическим ускорителем. В случае с Xiaomi это Adreno 618 и в случае с Samsung это Mali G72. Вот если в целом сказать, то по производительности, конечно же, Xiaomi значительно лучше и производительнее, чем Samsung A51. Если взять те же бенчмарки, то в Antutu Xiaomi набирает 250 тысяч баллов. В Samsung 181 тысячу баллов. И разницу вы чувствуете? Да, действительно это чувствуется. Давайте посмотрим тесты бенчмарков. Вот смотрите, по памяти в некоторых источниках указывается, что в Xiaomi UFS память постоянно 2.1. В некоторых источниках указывается, что в Samsung UFS 2.0. Но если посмотреть по действительности, по скорости, то больших отличий нет. Иногда выигрывает Xiaomi, иногда выигрывает Samsung. Поэтому разницы в памяти здесь большой не будет. Также по объему памяти у нас имеется 4.64 и там, и там. И имеются варианты 6.128 и там, и там. И если это будет Redmi Note 9 Pro, то там базовая версия уже идет 6.64 и 6.128. Geekbench мы видим точно так же преимущество на стороне Redmi Note 9S. Ну и в целом, если сказать по работе, по производительности, по всем бытовым задачам. А это там серфинг в интернете, просмотр видеороликов, звонки, SMS, мессенджеры, общение в соцсетях. Все, вот это вот прослушивание музыки, и тот, и тот смартфон справляется хорошо. Несмотря на то, что процессор мощнее на Redmi Note 9S, то, ну да, в большинстве случаев приложение запускает он быстрее. Но это всего лишь навсего доли секунды и не все приложения. Некоторые приложения запускают быстрее и Samsung. А вот если поговорить о игровой производительности, то да, здесь Xiaomi будет лучше. Лучше действительно производительнее, и большинство игр можно выбирать настройки либо высокие, либо максимальные. Если это будет Samsung, то мы чаще всего будем выбирать средние или высокие. И по играм Xiaomi смотрится лучше, просто потому что лучше производительность, максимальные настройки и больше дисплей. Соответственно, комфортнее играть. Если говорить о троттлинге, после тестов, после бенчмарков и игр, смотрите, если это Xiaomi, то у нас троттлинг всего-навсего 6%, а это минимум. И здесь, смотрите, были тесты, здесь был троттлинг-тест 20 минут, и это были игры. В случае с Samsung, то у нас троттлинг 15%. Это тоже немало, но учитывая то, что Xiaomi еще и производительный, и меньше троттлинг, то он еще больше вырывается вперед и на длинных дистанциях. Ну, я не знаю, в какой пункт это можно было отнести, но в Xiaomi Redmi Note 9S вибро значительно лучше и приятнее, чем у всех его предшественников, и лучше, чем в Samsung. Оно мягкое, приятное, ну, как в большинстве современных смартфонов. Программное обеспечение и Android. Оба смартфона у нас идут сейчас на версии Android 10.0. Если это Xiaomi, то оболочка у нас MIUI и MIUI 11 версии. Если это Samsung, то это оболочка OneUI и это 2.1. Кстати, Samsung не так давно обновил, было 2.0, стала 2.1 оболочка OneUI. И вот я в очередной раз говорю, что если это год назад, ну, полтора года назад еще, выбора между оболочкой MIUI и OneUI сомнений не было. Я всегда отдавал предпочтение в сторону MIUI. То сейчас, когда Samsung обновила OneUI до версии 2.0 и выше, оболочка стала очень и очень интересной. И множество настроек, возможностей, фишек, плюшек. И здесь я явного лидера выбрать не могу, потому что и тот, и тот достаточно хороши. По поводу обновления программного обеспечения, регулярно приходят и сюда, и сюда обновления. На MIUI и на Xiaomi уже приходило 2 обновления. Вот сейчас еще одно обновление, обновление безопасности. Здесь больше ничего такого особого нет. В случае Samsung за все время было точно так же 2 обновления. Здесь уже установлено все последние версии. А вот Xiaomi буквально вот сегодня мне пришло обновление. Теперь поговорим по поводу связи. Здесь очень схожая ситуация. Оба смартфона поддерживают 3G, 4G LTE. Wi-Fi у нас двухдиапазонный. И там, и там 2,4 и 5 ГГц. GPS GLONASS BYDOOY поддерживается. Bluetooth в версии 5.0. И отличие лишь только в NFC. Если будет это именно Redmi Note 9S, то здесь NFC нет. Если это Samsung A51, то здесь NFC есть. Но если взять Redmi Note 9 Pro, там NFC есть. Вот вам одни из небольших отличий Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro. Теперь давайте поговорим о камере. Оба смартфона имеют 4 модуля. Расположение у нас немножко разное. Итог примерно будет схож. Если это Redmi Note 9S, то у нас основной модуль на 48 Мп. Если это будет Redmi Note 9 Pro, модуль будет на 64 Мп. Забегая наперед, скажу разницы. Либо вы вообще не заметите, либо нужно рассмотреть под микроскопом снимок, чтобы что-то понять. А может быть вообще даже ничего не заметите и не поймете. Это была основная камера. Далее идет у нас широкоугольный модуль 8 Мп. С диафрагмой f2.2, следующий у нас макромодуль 5 Мп и портретный 2 Мп модуль. Если это Samsung, то у нас основная камера 48 Мп с диафрагмой f2.0, широкоугольный модуль 12 Мп с диафрагмой f2.2, портретный модуль 5 Мп и макромодуль 5 Мп. Помимо всех этих цифр, смартфоны умеют снимать в HDR режиме, в автоматическом HDR режиме, искусственном интеллекте и портретном режиме. Если рассматривать снимки в целом не на смартфоне, а на ПК уже отснятые итоговые, то мне немножко больше нравится Xiaomi, так как снимки получаются немного контрастнее и резче. Хотя разницы большой или колоссальной я не вижу. Зачастую бывает разница в цветопередаче из-за того, как смартфон определяет баланс белого в том или ином кадре, в той или иной экспозиции. Где-то немножко светлее, где-то темнее, но вот по контрастности и немного цветопередаче я бы отдал предпочтение Redmi Note 9S. Широкоугольный модуль, наверное, все-таки немножко лучше в Samsung. Он, во-первых, чуть шире, немного больше разрешения, детализация немножко больше. Но все-таки широкоугольный модуль это для снимков при хорошем освещении, при дневном освещении. При плохом освещении очень сильно падает детализация. Портретные снимки и там, и там отрабатывает неплохо. Но в Xiaomi Redmi Note 9S есть небольшое преимущество в том, что можно установить Google камеру. И с помощью Google камеры фотографии еще немного могут получаться лучше. Теперь давайте рассмотрим интерфейс и возможности камеры. Итак, изначально мы попадаем в режим 1X, то есть это стандартная камера. Если нужен нам широкий угол, переключаемся вот так вот в режим 0.6X или так вот в Samsung. В Samsung немножко камера широкоугольная еще чуть шире, но в свою очередь в Xiaomi есть возможность включить 2-х кратный зум. 2-х кратный зум у нас получается с помощью кропа 48-мегапиксельной или 64-мегапиксельной камеры. В Samsung можно точно так же сделать. Ну, во-первых, сделать 2-х кратное увеличение. Ну, во-первых, это не так удобно. Во-вторых, качество сильнее теряется. Естественно, если нужен 2-х кратный зум, то в Xiaomi это будет получше. Если использовать макрокамеру, то в макрокамере в Samsung автофокуса никакого нет. Здесь фокус фиксированный от 3 до 5 см расстояния. В Xiaomi тоже примерно такое же расстояние, но здесь есть автофокус. Вы сами можете сфокусироваться на том или ином предмете, который вам нужен. И там, и там есть искусственный интеллект, HDR в автоматическом режиме и режим портрет. Здесь живой фокус и здесь режим портрет. Плюс ко всему можно выбрать размытие заднего плана. Сильнее или меньше. Хоть до, хоть после. Можете отснять и потом отредактировать. А можете изначально отредактировать. Если посмотреть режимы видеозаписи, то Xiaomi смотрится немножко лучше тем, что больше возможности по разрешению. В Xiaomi есть у нас возможность включить 1080p 30 fps, 1080p 60 fps и 4K 30 fps. В свою очередь в Samsung у нас есть Full HD 30 fps, 4K 30 fps. То есть у нас нет 60 fps. Стабилизация работает только Full HD 30 fps. И в Xiaomi и в Samsung. То есть это более предпочтительный режим съемки. Но в Xiaomi есть преимущество в том, что мы можем снимать на все модули камеры. Мы можем снимать на широкий угол видео. Мы можем снимать на стандартную камеру. Мы можем снимать на 2-х кратный зум. И даже мы можем снимать на макрокамеру видео. В свою очередь в Samsung мы можем снимать только на широкий угол и на стандартный модуль. В режиме макро мы видео снимать не можем. Мы можем снимать только фото. Ну и помимо тыльных камер у нас также еще присутствуют и фронтальные камеры. Если это Xiaomi, это на 16 мегапикселей камера, если это Samsung на 32 мегапикселя. И здесь как бы должно чувствоваться преимущество, хотя, честно говоря, я преимущества в Samsung не вижу. Да, она снимает неплохо, да, она иногда снимает немножко лучше, чем Xiaomi, но такого колоссального преимущества, как по разрешению, нет. Давайте сделаем парочку снимков. Оба, кстати, смартфона имеют возможность снимать обычное фото, живой фокус и HDR. И в Samsung есть еще обычный угол захвата, причем обычный угол захвата немножко уже, чем Xiaomi стандартный, и есть шире. Ну вот шире, угол шире действительно, чем в Xiaomi. Поэтому можно делать и там, и там снимки. Давайте два снимка сделаем и посмотрим, что из этого всего вышло. В целом сейчас цветопередача больше нравится на Xiaomi, немножко теплее. По детализации, не знаю, я кому-то предпочтение отдать не могу. Потому что в Samsung лучше, наверное, текстуру кожи видно. Местами деталей больше, но незначительно. В целом, если рассмотреть вот так вот кадр, мне больше нравится на Xiaomi. Если сделать портретный режим и живой фокус, опять-таки цветопередача, но больше всего это еще может быть из-за экрана, если мы рассматриваем на экране смартфона. Потому что здесь более теплые оттенки, здесь более зеленоватые оттенки. Будем смотреть на ПК уже. А по детализации, ну, примерно тоже. Вот местами Samsung больше деталей дает, хотя преимущество незначительное. Так что я бы здесь сказал, никакого преимущества ни в первого, ни в второго смартфона нет. Теперь давайте посмотрим, что у нас по звуку. Если это звук через внешний динамик, то мне больше нравится Xiaomi. Потому что, во-первых, он громче и более обширней, насыщенней звук, нежели в Samsung. Я сейчас, конечно же, включу звучание. Вы можете послушать, но затея немножко бредовая. Потому что через микрофон камеры все адекватно воспринять невозможно. Huawei 2020 года идут без Google сервисов. Redmi Note 9S. Как-нибудь изощряться. Ну и Huawei выпускать свои магазины, приложения. Всем привет. Samsung K51. А мы также продолжаем делать обзоры на смартфоны разных брендов и аналоги. Но об этом я чуть позже вам все расскажу. А сейчас давайте посмотрим комплект. И сегодня мы будем смотреть на смартфон у компании Huawei. Если вам вдруг интересен вот этот вот бренд, вы следите за новостями. Вы знаете, что у них там санкции, что у них там не ладится с штатами. Не знаю, насколько вам было слышно, но по громкости, конечно же, большой разницы нет. Xiaomi немножко звучит громче, но помимо этого он еще звучит и приятней. Если говорить о звучании через наушники, и там и там у нас есть 3,5 мм джек. Есть некоторые настройки и там и там по наушникам, эквалайзеры и заготовки, как в Xiaomi, так и в Samsung. Также есть возможность подключать по беспроводу, но вот в Xiaomi есть возможность воспроизводить звучание по Bluetooth наушникам с помощью кодека aptX. В Samsung, к сожалению, этого нет. Следующий немаловажный пункт – это автономность. И здесь действительно тоже есть отличия. Если это Xiaomi Redmi Note 9S, то батарея у нас установлена на 5020 мАч. Если это Samsung, то батарея у нас установлена на 4000 мАч. И здесь есть как и за, так и против. Но в целом, если это Xiaomi, то у нас от 1,5 до 2 дней активного использования. Если это работа дисплея, то это от 8 до 11 часов работы дисплея. Если это Samsung, то это 1,5, иногда 2 дня работы. И здесь от 6 до 9 часов работы дисплея. Как вы видите, разница есть и иногда это значительная разница в пользу Xiaomi Redmi Note 9S или 9 Pro. Если брать по разряду, Xiaomi Redmi Note 9S YouTube за 1 час разряжается на 7%, в тяжелых игрушках за 1 час на 12%. Если это Samsung, то за 1 час YouTube разряжает на 9% и игрушки тяжелые на 15%. Xiaomi Redmi Note 9S поддерживает зарядку 18 Вт, хотя в комплекте идет 22,5 Вт. Если это версия Pro, то там поддерживает зарядку 30 Вт, в комплекте идет 33,5 Вт. Так вот, если это Redmi Note 9S, за 30 минут он заряжается на 33%, за 1 час на 65% и на 100% за 1 час 55 минут заряжается. Если это Samsung, то 30 минут 30%, 60 минут 60%, и 100% 1 час 50 минут. Как вы видите, начало зарядки идет быстрее в Xiaomi, а итоговая разница 1 час 50, 1 час 55, практически 2 часа и там и там, разницы большой нет. Больше разница будет, если это будет Redmi Note 9 Pro. Там он будет еще быстрее заряжаться. Безопасность. В случае Xiaomi у нас есть возможность разблокировки по лицу и через сканер отпечатка пальцев. Сканер отпечатка пальцев Xiaomi у нас установлен в боковую клавишу питания. Такой вот и удобный нет вариант. В случае Samsung у нас подэкранный сканер отпечатка пальцев. Если сказать обобщенно, то немножко удобнее и быстрее будет Xiaomi Redmi Note 9S. Смотрите, мы прикладываем палец и у нас смартфон уже разблокирован. Иногда, кстати, до сих пор не пофиксили небольшую задержку при разблокировке. Есть иногда, срабатывает очень быстро, а иногда задержка там в доле секунды есть. Видите, вот как сейчас. Бывает сию же секунду, а бывает, вот как сейчас, небольшая задержка. Если это Samsung, подэкранный сканер работает медленнее и работает немножко хуже точность, я имею в виду. Сейчас без каких-либо защитных стекол и пленок. Смотрите, вот срабатывает. Сработал, но медленнее, чем обычный. Еще раз. Медленнее, чем обычный. Ну, по крайней мере, срабатывает и сейчас ошибок меньше, чем в предыдущих моделях. В Samsung A50 срабатывал намного дольше и меньше процент был срабатываний. И вдруг у вас грязные или мокрые пальцы, тогда разблокировка по отпечатку пальцев практически невозможна. Если будете устанавливать защитное стекло или пленку, скорость и точность разблокировки с помощью сканера отпечатка пальцев немного снизится. Но не колоссально, и этим пользоваться можно. Как вы видите, практически во всех случаях, когда я прикладываю палец, разблокировка срабатывает. Теперь давайте посмотрим разблокировку по лицу. И в первом, и в втором случае она здесь есть и работает хорошо и там, и там, но быстрее. Как вы видите, Xiaomi. Давайте сделаем не один тест, а несколько. Да, как вы видите, Xiaomi немножко быстрее. Быстрее это только видно, если сравнить один со вторым. Ну, вот что-то Samsung задумался, но разблокировал. Но если использовать по отдельности, то это вполне приемлемая скорость и там, и там. Иногда Samsung срабатывает достаточно быстро, но не быстрее, чем Xiaomi. Вот сейчас почему-то он опять задумался. Теперь давайте посмотрим по ценам. На сейчас Xiaomi Redmi Note 9S версии 4.64 стоит 220 баксов. Если это Samsung A51, 295 баксов. На сейчас это большой провал по цене, не в пользу Samsung. Но если посмотреть на Redmi Note 9 Pro, чтобы мы сравнили по NFC, чтобы NFC было и там, и там. То Redmi Note 9 Pro у нас 250 баксов, Samsung 295. Разница уже у нас не такая колоссальная, 45 долларов. Здесь по всем параметрам будет, ну практически по всем параметрам будет выигрывать Redmi Note 9S. Ну и выводы. Что я хочу сказать? То, что Xiaomi Redmi Note 9S или 9 Pro по многим параметрам лучше, чем Samsung. Это производительность, автономность, цена. Samsung, конечно же, берет своим именем, своим брендом, ярким, насыщенным, контрастным AMOLED дисплеем, дизайном, компактностью. Вот здесь Samsung смотрится значительно лучше. Вот такая вот тяжелая конкуренция для Samsung, но у него есть свои поклонники, множество покупателей. И знаю, что многие отдают предпочтение все-таки Samsung, нежели Xiaomi. А по данному видеоролику у меня в принципе все. Все ссылки на вот эти вот смартфоны я оставлю в описании под этим видеороликом. Если вам это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на наши каналы в соцсети. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими. Ведь многим оно может быть интересно и полезно. Может кому-то вы поможете с покупкой или не покупкой того или иного смартфона. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok